вот поэтому мне достаточно этого формата сегодня будем конечно рисовать но мне нужно объясниться принципов работы с акварелью вы сами наверно знаете есть очень много мокрое по мокрому сухое по мокрому и так далее я это все вот в отдельном месте на отдельных мастер-классах я продолжаю разбирать свою сумку теперь вот сейчас мы отсюда будем доставать ящик пандоры такой да в котором 8 килограмм надо максимум вместить кстати вот это лишнее полкилограмма лишнего это принес эскизы так что сейчас мы будем рассматривать с вами то есть чего начинается только рисуется и может быть из этих эскизиков мы что-то не создать я сейчас на их примере вам что-нибудь расскажу вот лишний полкилограмма дальше вот у меня этих вот коробочек очень много и этих вот папочек тоже очень много у них у всех есть функция смотрите весит граммы вот это вот у меня не фенечки это у меня вот такая штука и так далее дизайн невесомый но достаточно жесткий воды набрал тоже лишний полкилограмма но я правда уже здесь набрал вот ну из секретов секретов очень много они как бы не секреты я да видите я хочу учить не секрет вот но я сюда копаю обязательно ложку меда для акварели есть в этом качестве в медовой воде определенное качество для акварели это тоже можно рассказывать отдельно если так много говорю желательно две баночки две она для грязной воды 1 для чистки ну вот это как я уже сказал немножко лишнее главное вещь хотя все таки бумагу а четвертого формата я с собой нашу делать иногда эскизики но я я делаю без эскизов да вот я по ходу буду говорить что принципе опять же вот мой принцип рисования этих акварелей вернусь как и портретов кстати говоря если кто видел как я рисую портреты да я никогда не делаю карандашный набросок принципиально вы знаете я очень сильно себе усложняю жизнь очень сильно но если я начну рисовать карандашный набросок я перестаю быть честным потому что если я хочу рисовать акварель если я взял в руки карандаш я должен рисовать карандашом а вот эти вот как учат даже очень многие вот особенно мне не нравится вот такой у нас академик андреяка но вот он настолько это вот их бедняких они вот контур этот сделают нарисуют контур нарисуем а потом сидят раскрашивать я в детском саду этим занимался картинки раскрасить сам контурной картинки это же не акварель это же не искренний жест когда ты взял кисть и провел а вот загонять себя в этот контурный рисунок поэтому я всегда если уж я делаю рисунок то я делаю рисунок да если уж я делаю акварель то я делаю акварию потом из этого делать акварель я себя спрашиваю а зачем чтобы продать ну под словом продать я понимаю слава там борзыми щенками не обязательно же деньгами то есть для того чтобы вот для чего я уже рисунок сделал я уже здесь нашел себе все что хотел если бы я хотел это сделать акварелью я бы взял акварель акварелью бы сделал а вот взять сделать сначала карандашный рисунок а потом его делать акварелью я сразу на этом пути нахожу определенную нечестность какую-то хотя если тебе сказали ой вот этот вид мне нравится я у вас куплю такую акварель ну началась уже нормальная такая работа на продажу да тогда я ну не пообещали за это деньги но я уже перестал быть художником я тогда беру эту работу и по ней делаю уже акварель все как по филонову я уже перестал быть художником я стал кем-то предпринимателем каким-то в области искусства вот а если я становлюсь предпринимателем в области искусства то согласитесь очень не рентабельно так работать гораздо рентабельно загнать это все в компьютер загнать это все в принтер и и выдать таких картинок там 100 штук за 10 минут вот это рентабельно а ведь любой предпринимателем стремится к рентабельности вот и сразу все понимаешь что крах наступил ты уже перестал совсем быть художником ты занимаешься рентабельным каким-то производством заниматься этим производством нерентабельно то есть вручную рисовать как некоторые пейзажи рисуют вручную целую неделю я спрашиваю зачем это вот только вот в доме можно быть да и там значит когда делать нечего и аркотерапия красите эти елочки зачем загони в компьютер стилизую и выдай на если надо на холсте я говорю а почему на холсте обязательно кстати об утворении вообще опять все время я все время борюсь в себе опять по чехову чехов сказал что надо себя выдавливать ежедневно по капле раба мы все рабы это у нас грех такой у нас перед перед богом мы виноваты в том что мы все время стремимся к животным к животным инстинктам поесть поспать полениться там и так далее а он нас создал вообще-то творцами чтобы мы все-таки что-то делали чтобы мы создавали новые и вот он ведь не создает новые он игрок внутри меня и он заставляет меня все время брать вот а я все время в себе вот с рабством себе пытаюсь бороться с фальши вот фальши там это это причина всех наших проблем короче говоря вот поэтому когда холст я спрашиваю опять для меня графика вообще самое честное самое честное искусство это далекруа сказал дайте мне дорожную грязь и я создам шедевр все все остальные там красочки штучки дрючки давай дипломастеры это все лишнее вообще по большому вот по большому по большому счету больше время будете стремиться к честности если вы хотите а честность это один карандаш уголь и плоскость белой стены ну или наоборот но не важно минимум материалов и максимум вашего творчества вот смысл чем вы больше себе будете создавать при бомбасах чем вы больше будете себе усложнять как бы вот все вот это аксессуары и атрибутику и вот этот декор и вот эту вот мишуру тем вы дальше будете уходить от суть и творчества и все больше будете приходить на ярмарку вот как это некоторые художники я их сравниваю как дурак с писаной тормой бегает по этой ярмарке и говорит купите у меня работу купите у меня работу вот эта вот потребность чтобы вы купили меня бесит вообще себе возвращаемся дальше к моим этим самым упрощение максимально вот здесь вот даже лишняя вот эта палитра но тем не менее опять коробочки все меня как бы а 4 формата видите это закрывает эта крышка здесь резиночки которые это все прижимают вот очень много таких при бомбасов которые я буду рассказывать отдельно то сегодня я уже затянул а одно вам скажу что это какие-то вот такие находки которые мне сильно облегчают жизнь палитра самая легкая все самая легкая здесь у меня налиты краски это тоже мои собственные изобретения акварель делаю как бы и часто сам и она у меня получается лучше а вот ну и что у меня в этой коробочке минимум раньше я брал да и сегодня тоже часто бывает беру беру потом господь мне все это не нужно я когда рисую в принципе нужно одна кисточка в идеале в идеале нужно вот китайская кисть еще больше они вот есть вот такие воски какие круглые вот китайские кисти для каллиграфии такие вот длинные почему 1 почему именно китайская потому что она позволяет делать плоские вот такое движение плоского такой ширины и не нужен флейц в общем то вот опять я когда беру лишние кисточки я себя ловлю на мысли что я перестаю быть честным черт побери я начинаю думать что я вот сейчас покрашу этой потом я покрашу это потом я возьму тоненькую нет нет это все это уход от творчества это уход в ремесло опять поэтому в идеале вот я когда достигну этого идеала может быть когда-нибудь я буду рисовать только одной кистью на какие должна быть хорошая она должна быть идеально вот у китайских каллиграфических кистей это есть у них идеальный кончик который мне подарит позволяет делать волосяные линии да и тут же позволяет заливать большие плоскости тут же позволяет делать широкую широкую линию это я в этом испытываю удовольствие мне гораздо больше удовольствия чем от их менять по одну то другую ту треть хотя я беру то я слаб я грешен я борюсь с собой вот поэтому у меня вот несколько и и все время и кажется много-много-много-много-много всегда перебор потом себя ловишь на том что когда рисуешь все равно только одной или двумя пользуешься не больше вот еще у меня есть вот видите да это все спрей да и эти спреи здесь разные жидкости в общем то вот здесь с медом я сказал а здесь не скажу какая потом секрет потому что разными взаимоотношения раз у вас вся бытовая химия под руками экспериментируйте какая вода лучше какая хуже с мылом можно можно с медом можно с одеколоном можно со спиртом можно с нашатырным спиртом и все это дает очень интересные ваши личные авторские какие-то находки если я об этом скажу вы станете ворами да украдете у меня рецепт мне не жалко а но я хочу чтобы вы были сами первооткрыватель правда же да вот когда вы это откроете вот вы тогда будете себя скажите богу я достоин тебя да а если вы у меня украдете ну придете вы к нему чего ему скажете там в беседе на все секреты я сегодня взял только один вариант а вообще у меня их два варианта это с кюветами и без кювета такой мне в общем то даже больше нравится мое изобретение их семь но они немножко иначе разложены тоже сейчас рассказывать не буду по какой системе я могу лишь сказать что всегда это начинаю работать я сразу получаю очень интересного наша задача гармонизировать гармония есть такой учебник кстати говоря мне спрашивают что такое гармония и так далее это господи учебники есть найдите так и называется гармония музыки по крайней мере а музыки там есть мажор и минор как вы вам известно минор это когда лирично мажор это когда трагично краски то же самое а ведь аккорд минор и мажор образует три ноты вот взаимы это за и взаимоотношения друг с другом и рождают или мажор или минор то есть или нежность или страсть условно говоря да краски у нас тоже три вам врут когда говорят что их семь в радуге не правда цвета всего три в радуге 7 это потому что кто-то когда-то сказал что 7 это магическое число а на самом деле их три на монитор свой посмотрите система rgb да вот вот их три и эти три цвета красный зеленый и голубой да желтый желтый да чему rgg голубой и зеленый зеленый вот это тоже интересная вещь в колористике обратите внимание система цмиг а есть система rgb rgb это цветной свет поэтому монитор на нас светит это солнце а система цмиг это система краски она глухая смешение всех rgb всех трех дает чисто белый а смешение всех цмиг трех красок да дает черный противоположность но это отдельная тема об этом тоже говорить но так или иначе краски это три а уже потом когда они соединяются попарно получается 6 а не 7 то есть простая арифметика цветовой групп все знаете да откуда седьмая взялась ну видите ли они захотели синий и голубой считать двумя разными цветами ну ерунда это один и тот же цвет синий и голубой это один и тот же цвет а сделано в угоду вот значит вот этим вот делам про 7 магическое число там надо красиво сказать 7 цветов радуга 6 сказать а их вообще на самом деле 6 ну и собственно я к чему начал с 6 6 все правильно но в радуге опять же и в системе нету тоже такое интересная вещь нету коричневого цвета он откуда куда делся вообще да в радуге нет коричневого цвета нам говорят там 6 цветов радуги а коричневый такой красивый цвет между прочим самый распространенный цвет самый красивый отдельная загадка это вам расскажут потом на колористике я про гармонию вот флейтс которым я часто рисую плоскости потому что мне нужны большие плоскости мне нужен мой жест я его могу ставить смотрите если его вот так вот поставлю я еще покажу то я набираю сразу краски от светлой до темной желтую от демонный до охры здесь от оранжевой до красный до малиновой если так ставлю я провожу эту линию она меня сразу автоматом ну это не автоматом моим процессором да получается вот это вот растяжка градиент сразу это это не подбор вот этот вот знаете вот опять же мне не нравится вот я я полиции вот если буду рисовать сейчас вы обратите я ей не пользуюсь вообще я сразу беру готов это чистый как только ты начинаешь сюда 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 что-то подбирать так что-то хитрить мудрить на этом заканчивается искреннее искусство начинается опять то самое ремесло скучное меня мне скучно например да с помощью ремесла я могу создать очень очень правильно у меня работают они все с ошибками они достаточно пестрые я бы вот сейчас их подправил но мне нет необходимости зачем я сделал свое дело я себя потренировал на этом но меня попросили я же это не для выставки делал и и выставку я как бы делали потому что я хотел то что меня попросили я сделал эту выставку я выставки в принципе не делал да и работы не продаю нигде никогда потому что я это делаю для себя и для бога я тренируюсь просто вот тренирую свой мозг я выхожу каждый день в город и как вот спортсмены есть да которые ну долго занимались этим делом они уже без спорта жить не могут так собственно и я мне вот мозг надо тренировать я каждую каждый вечер ложусь когда спать и открываю ноутбук и играю там 10 партий в шахматы ну как если если я перестану это делать то ну я дураком наверное а вот интересная тоже вещь вот извините отвлекусь вот вы знаете что происходит с людьми ведь это же физиология дело в том что мозг у человека развивается но то что за ним то что мы есть это наш мозг простая физиология он развивается у человека условно говоря до 30 примерно лет говорят до 25 потом все потом мы начинаем потреблять тот ресурс который набрали вот у вас еще есть возможность а потом как известно тоже факт научный обмирают клетки там эти вот как там какие-то миллионы клеток у человека умирают какие то же самое со спортом вот если вы мышцы не тренируете они у вас атрофируются они не нужны а у вас поделены на части тогда одна отвечает за одно и третье за третье и конечно если человек тренирует в течение жизни там или до 25 лет свою чувственно-художественную часть мозга она у него растет она нормальная а та которая отличается другие она у него отмирает физически физически и поэтому человек который 30 годам учился только на художника он практически уже не может стать ну и там запасу мозга есть конечно но он уже не сможет стать так как человек который в 40 лет уже балериной не станет никогда потому что все уже мышцы другие все другое то же самое с мозгом поэтому мне конечно смешно когда человек говорит что я вот тут позади работала работал бизнесменом а теперь я хочу быть 40 лет художником научите меня я говорю это невозможно так как я вы уже никогда не будете у вас уже пол мозга отмерло там все ваши клетки которые отвечают за чувственные рецепторы они у вас уже все мертвые вы можете в лучшем случае быть обезьяны по отношению ко мне да ну это тоже лучше ну ладно хоть этим занимаетесь по крайней мере не народ там спаивать там или торговать пусть все-таки стремление в людях есть к этому хотя уже после 30 лет уже очень трудно как и балерины невозможно стать так наверное художником невозможно стать потому что ну будут уже другие клетки и поэтому ну ладно отвлекаюсь поэтому получается вот здесь тот самый практический аккорд а теперь это вот так темнее светлее да а вот так я ставлю они тоже у меня близкие синяя фиолетовая красная до зеленая синяя красная таких хитрости много это это опять же нет хитрость это это способ делать гармонию создавать гармонию вот я уже начинал с того что ну нету ничего лишнего практически хочу концу жизни вообще прийти идеальным когда у них уже не будет ничего лишнего и и совсем избавиться от рабства и создавать только чистые хорошие гармонии дальше идем коробочка все все это склеено самим собой да вот я сюда вот так вот кладу вот это кладу вот это и мне в принципе вот этого достаточно и опять в пользу в пользу творчество вас в магазине заставляют покупать этот гроб ящик за 6000 заставляет покупать не надо вот это все сделано за копеечные у меня тоже принцип даже вот злой такую не хочу быть лохом которого там обувают в арт-магазинах я делаю великолепную свою акварель и из вообще из копеечных материалов да я вот из копеечных материалов делаю себе те самые коробочки которые стоят в магазине там опять по полторы тысячи я и она мне гораздо удобнее вся эта вещь опять обратите внимание вот здесь вот 7 делений это я сюда наливаю воду сейчас мы будем рисовать потом это закрывает у меня занимает всего столько места и так далее и так далее все мои кисточки подогнаны под этот размер это технология много кистей набрал много я себя ругаю все время вот собственно с чем я работаю палитру я так редко беру вот еще есть вот этот набор но сейчас есть такое модное слово скотч да я его тоже не люблю раз не наше слово ну рисунок рисунок набросок эскиз теперь переходим ближе к практике да я уже говорил что я редко бывает чтобы я из эскиза делал потом акварель практически никогда не делаю но тем не менее создавать вот такие работы самостоятельные они сами по себе вот они достаточно такие ну а уже как это получается вот смотрите в основном несколько приемов это мои личные приемы у вас наверное могут быть это чистый карандаш такой вот про карандашный рисунок можно говорить отдельно если очень коротко если очень коротко то принцип карандашного рисунка опять же честно я люблю рисовать вот таким карандашом потому что он дает возможность рисовать такие вещи и такие вот собственно сочетание пятна и линии а вообще графика она на этом и строится линии и как только появляется что-то четвертое начинается фальш как музыки аккорд строится только на трех звуках правильный да потом уже всякие там начинаются дополнение точно также в цвете да только три краски не больше лучше всего дверь да три это уже сложная такая вот сочетание 4 все грязь появляется точно так же вот одна линия пока ты одной линии рисуешь у тебя все стилистически правильно как только ты начинаешь добавлять пятна тут сложнее все появляется дуэт дуэт пить сложнее чем это самое и тем не менее вот такой карандаш и это карандашные рисунки вот а вот другой прием это вот мой любимый излюбленный прием но это китайская то уж можно сказать но сегодня это уже не тушь китайская сегодня это все больше прихожу к выводу что мне надо вернуться к обычной чернильнице к перышку и кисточке потому что вот рассчитывать от на эти вот вещи нельзя они все время подводят а главное меня все время смущает что я опять перестаю быть честным по отношению к материалу вот ну и собственно вот она с водой вот здесь рисуешь эти вещи вот такие вот и еще я сюда применяю вот эти ручки самая простая самая лучшая у меня самая дешевая оказалась вот это вот на школьные а а вот этот тысячи рублей китайская стоит разница между ними говорят золотое пирот и вот видите вот вот они что-то рисуют теперь смотрите два разных пера совершенно это опять мое изобретение тут китайская то она вот такая это каллиграфическое перо сделан специально таким что это рисовальная ручка она дает вот такие вот линии то есть у нее перо изогнута вот можно рисовать тонкие линии это что дает это дает естественный штрих а не сухую такую вот эту вот линию которая жесткая жесткая нам нам мы же должны человеческие рисунки делать они должны нас жить жизнь происходить в материале от вода она живет она течет с ней надо бороться с ней надо играть ее надо знаете вот как этот дрессировать природу да вот надо и в этом есть интерес не за задача моя на пленере в рисунке в акварели это не не конечный результат конечный результат у меня в фотоаппарате есть а вот этот процесс вот я в этом процессе когда я его рисую опять сейчас будем это другая немножко кистая смысле не перо я его сам затачиваю тоже секрет вот вам да но я его наоборот сделал я вот китайцы так придумали я придумал так я его чуть-чуть изгибаю затачиваю и получаю вот такую линию только в перевернутом виде вот ну вот сейчас она немножко подсохла вот она дает мне вот такую линию вот от принципиальное отличие опять же вот у этих инструментов принципиальное отличие эту всегда мы держим на весу совсем легкие легкие движения но они как вам сказать теряешь жесткость перо позволяет иметь опору и достаточно жесткую линию я с последними своими как бы работами все больше пытаясь уйти от этих я очень могу рисовать идеальные правильные линии я могу рисовать правильную перспективу я себя от этого сейчас отучиваю оставшуюся меня долго долго учили правильно перспективу рисовать правильно угол измерять можете измерить там 90 градусов или ровно 45 да или даже может быть попытаться эллипс правильно рисовать тоже все вот это все все это в архитектуре нас научили да а теперь уже не нужно дело в том что сейчас переходим опять планируем мы когда видим город мы не видим чертеж у нас сознание нашим глаз он вот так вот ходит по всему поэтому он крутится он вертится мы не запоминаем сколько столбов мы не запоминаем сколько поэтому когда я рисую я специально себе заставляю отказаться от пересчета от арифметики я заставляю себя отказаться от многим кажется что чем точнее я нарисовал тем я лучше художник а я наоборот делаю а я наоборот стараюсь уйти от точности так вот вот этот вот прием который сейчас показал он позволяет мне уйти от той точности от сухости вот и вот этот вот вот таким способом сделано и и между прочим достаточно легко уже при желании перевести в акварель когда вот там акварель действительно некогда еще что-то вот поскольку это вот такие чернила хитрые которые сейчас уже водой практически не разведутся да то я поверх могу добавить тон какой-то и она получится практически акварельная это очень близкая к акварели техника вот 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 и вот там работа видели висит да вот это вот тоже современный мой моя находка да в принципе вот та работа которая там висит она больше просто четвертый вот это живот это еще один секрет но но вот здесь я испытывал тоже свои средства и методы вообще оригинал вот он вот я его нарисовал за пять минут утром никуда не глядя просто так из головы да не с фотографией ну вот моя тема там старого иркутска и называется она там называется она называется не модный квартал но вы все знаете что 130 у нас называется модный квартал да и во всем все любят и и и лелеют а для меня то важнее наш иркутск с его немодными кварталами потом смотрите открываю секрет я ее напечатал на принтере вот эту работу отсканировал напечатал на принтере в общем тоже подкрасим что из них оригинал а потом я сделал то же самое на третьем формате вот я тебя здесь обманщиком не считаю от в тех работах которые там вот как бы под живопись сделаны там я врал там я брал фотографию то есть фотография не искусство я уже сказал и эту фотографию с помощью компьютерных средств переводил якобы в живопись в ранее вот здесь я себя обманщиком не чувствую правда у меня не было фотографии я это нарисовал из головы я это нарисовал своим собственным жестом это моя собственная рука я лишь использовал технические средства для того чтобы усилить здесь тоже нет вранья ну да вот мы же теперь не будем отказываться от того что у нас есть возможности это делать но вот я это сюда вплавлено вот моя живая рука сюда вплавлено здесь нету техники и от того что я ее я не чувствую себя обманщиком когда я перевел а вот вы понимаете вот часто вы наверное даже об этом не задумываетесь когда там что-то вот так где-то откуда-то срисовать списать там переделать и считаете себя победителем меня я знаю студенток да принесли принес и пятерку получилось счастливый ходит забывая что вот он там перестал быть творцом а стал воришкой вот здесь у меня нет этого ощущения мне эта работа нравится я искренне считать и и в той тоже несмотря на то что там уже использованы компьютерные средства компьютерные в пленере скажем так вполне возможная вещь смотря как к этому как это использовать если честно использовать можно если бесчестно для какой-то торговли для того чтобы это это плохо вот и теперь главная цель моя вот моя я себе поставил цель в творчестве в искусстве в пленере везде что такое современное искусство это то когда ты великолепный мастер вот все таки вот этот тренинг своих личных качеств своего жеста своей руки своего глаза своего мозга своего процессора и и соединение с максимум прогресса вот максимум прогресса который сегодня существует это компьютерная графика да вот вот это игра это игра пятен это решение задачи как шахматная задача где пятно где что и ну вот вот в основном это два приема вот так так в которых я чувствую себя честно вот тоже вот смотрите нарисовал сам и это сделано из фотографии это идет нарисовал из головы я все-таки архитектор да я умею такие вещи строить проектировать голове нарисовал потом вот это доработал на компьютере уже